И всем привет, ребят! С вами Пистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору всего того, что выйдет у нас уже завтра в игре. Как вы знаете, может не знаете, кто смотрел, не смотрел, не знаю. Должны быть у нас изменения в виде Теслы, плюс новые, понятное дело, ивенты. Сегодня у нас четверг и, ну, ни для кого не секрет, что у нас в этот день выходят определенные новости. Сегодня обо всем поговорим по порядку. Есть интересные моментики, есть не совсем. Интересные, есть что-то, как всегда, дефолтное, стандартное, но, в общем и целом, есть то, над чем определенно можно поразмыслить. И сегодня вместе с вами мы обо всем по порядку разберемся. Если вам заходят подобного рода видосы разговорного формата, то обязательно не забывайте их поддерживать. Начнем, как всегда, с ультра уикенда. Это ни для кого не секрет, наверное, что он уже у нас на протяжении практически каждых выходных происходит. Из интересного могу лишь сказать о том, что будет спецрежим Соло Джиггернаута без повышенных золотых ящиков. Карты Брест или Кампс Йоркшир, для меня не совсем интересные карты. Брест вообще полная шляпа, Солик может быть более-менее. Йоркшир тоже не является такой прям хорошей, какой-то интересной картой. Поэтому здесь, ну, такое, 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 да. То есть для меня ничего такого сверхъестественного и интересного нет. Ультра контейнеры, к сожалению, нам не подают что-то интересное новое. Я сванговал и выпустил видос о том, что уже завтра должен был появиться непосредственно Тесла. Должна была появиться Тесла за кристаллы. Вместе с ней выходят XT, Skin и все новые устройства, которые у нас анонсировали в видеоблоге. Но почему-то разработчики решили этого не делать и вводят лишь XT, Skin на Теслу и не вводят больше ничего. То есть я считаю, что как только появляются у нас устройства на пушку, сразу же появляется Тесла за кристаллы. Это логично и это так должно было работать. Я планировал и думал, что разработчики так и сделают. Но они почему-то в очередной раз решили подзатянуть и вводят только XT, Skin. Кто-то хочет просто побольше, похоже, подзаработать. И надеются на то, что еще ребята будут приобретать ультра контейнеры и стараться выбивать Теслу как пушку в раннем доступе. Дальше коинбоксы, специальные миссии. Из специальных миссий, могу сказать только что 7 ультра контейнеров дают вместо 10, которые давали у нас до этого. Миссии сами по себе очень простые. 20 тысяч кристаллов в режиме джиггернаута по 110 киллов на корпусах средних. Плюс повышенный урон, защита и мины. Ну вообще легкие очень задания. Ничего здесь вообще нечего даже говорить. Можно в сумме заформить получается 5 обычных контейнеров, 7 ультра контейнеров. И в сумме еще 400, я так понимаю, звезд. 250 за эти и 150. 400 звезд сверху на каботу. И специальные предложения. Здесь у нас получается тоже, ну короче, байтовая с 200 ультра контейнерами. Понятное дело, что фонды повышены. Пятница, суббота, воскресенье. Двойные фонды и опыт. Но это далеко не все. Как я уже сказал, Tesla XT выходит. Я честно, честно удивился тому, что они не выпустили вместе с XT Tesla все скины. Ой, вернее не скины, а устройства на нее. Все-таки они анонсировали целых 10 устройств в видеоблоге. И из того разговора, как они это говорили, они говорили о том, что Tesla XT выйдет вместе с устройствами. Но по итогу кто-то переобулся и решил выпустить просто Tesla XT и подсобирать, как я уже сказал, деньжат с тех ребят, которые будут покупать ультра контейнеры и стараться выбить эту пушку как пушку в закрытом доступе. Но это, ну как бы, хорошо, окей, мне не суть важно, да, выпустят там Tesla на этой неделе или на следующей. Но я как бы планировал, что они ее как бы оформят по красоте. Но ладно, бог с ней. Есть другие, более жесткие изменения, о которых вот уже стоит 100% поговорить, которые я, честно говоря, вообще не ожидал здесь увидеть. Во-первых, появляется новое устройство на молот. Дыхание виверны. Это, короче, замораживающее устройство. То есть, как у нас есть дыхание дракона с поджогом. Теперь у нас есть дыхание виверны или виверны. Я не знаю, как оно правильно произносится. Которое будет замораживать критическим выстрелом. Плюс к этому изменили статус эффект заморозки, я так понимаю, который будет работать на любую пушку, да, то есть на тот же фриз и на любой тот же сам смоку заморозка и другие устройства, которые зациклены на этом статусе эффекте. Минимальная скорость корпуса повышена с 10 до 70, то есть корпус будет передвигаться намного лучше, не будет так сильно затормаживаться, но при этом башня будет просто максимально жестко приварена. То есть, если у нас было 80%, теперь это 10% поворот башни. То есть, вы, грубо говоря, будете, если до этого вы становились своим корпусом колом, то теперь вы будете становиться колом, пушкой и не сможете там вертеть, убивать быстро противника. За счет этого вас могут очень легко передамажить, но при этом как бы передвигаться вы будете не так медленно, как это было раньше. С одной стороны, это открывает новые темы уничтожения противника на фризе, например, в том же, или на устройство с заморозкой. Но, с другой стороны, тем ребятам, которые, например, не зациклены на том, чтобы вас уничтожить, везут, например, там флаг или мяч в регби, возможно, будет иметь намного больше шансов для доставки флагов, мячей и прочих вещей. Ну и самое интересное, то, как я уже сказал, чего я вообще не ожидал здесь увидеть, это изменение в балансе огнемета и фриза двух ближнебойных пушек, двух продув, которых я, ну, всегда любил, да, и вы знаете мое отношение к пушкам, что огнемет, что фриз, да, я очень люблю эти продувчики, и ЦП, в ЦП они очень хорошо себя показывали, и что огнемету, что фризу, изменяют критический урон, и теперь он наносит x3 урона от обычного тика урона, то есть это, грубо говоря, уничтожение любого противника за, например, не 5 секунд, а каких-нибудь там 3. это, как по мне, жесточайшая имба, то есть если, например, МК-8 огнемет наносил 175 с крита, теперь он будет наносить 525, если это ДДшка, то это 1000, если это бустер, то это 2000 за тик с критического урона, то есть если вы ловите хороший тайминг, то секунды-полторы, наверное, вам нужно, чтобы уничтожить какого-то мамонта, если он будет находиться без брони, а вы будете с ДДшкой, например, на том же бустере, да, то есть у вас как только крит вылетит, вы можете просто сразу унести противника, это, ну, дичайшая тема, я не знаю, честно, зачем так делать, но это жесткий байт на то, чтобы у нас продуважили, хотя, если честно, я считаю, что Жига та же, да, она до сих пор до этого обновления находилась в хорошем, отличном, среднем, замечательном балансе, но теперь ее хотят сделать не просто пушкой среднего обычного какого-то баланса, они хотят ее сделать имбой, чтобы опять игроки ее приобретали, либо начинали на ней играть. Ну, а что касаемо Фриза, то там урон еще больше, но не забывайте, что здесь указан урон без каких-либо дополнительных устройств, на Фриза из устройств у нас есть только то устройство, которое не дает заморозку, но оно там увеличивает на 5 или на 10% урон и не является каким-то супер имбовым, я не помню его название, но я думаю, что вы поняли, кто понял, тот может даже в комментариях написать, что я имел в виду для тех ребят, которые не поняли. Ну, а что касаемо Жиги, вы знаете, что есть зажигательная смесь, и с ней, я так понимаю, что может быть даже критический урон будет достигать не 2000 с бустером, а целых двух с половиной примерно, да, то есть там будет очень жесткий урон, и плюс баллон огромнейший на зажигательной смеси, и если вам интересно, то я думаю, что стоит под этим видосом написать, чтобы мы вместе с вами затестили уже завтра, например, условную Хори Жигу, и рассмотрели это замечательное вооружение намного-намного ближе, и посмотрели, показали, как можно теперь жестко разваливать на ближнебойных продулах. Устройство шоковой заморозки для пушки Фриз теперь снижает урон на 15 вместо 30, то есть еще и шоковую заморозку у нас, я так понимаю, апнули. Было снижение урона на 30%, стало 15. Ваз по Фриз, это походу еще жестче имба, плюс приварка каждой пушки, ой, это вообще очень жестко, это очень жестко, то есть Ваз по Фриз мы точно вместе с вами тестим, второе вооружение, я думаю, что стоит обозревать непосредственно Хорнета Жигу, да, Викинг с Жигой, ну, не показывает какого-то такого прям жесткого результата, я думаю, что Хоря Жига будет намного-намного интереснее. Дальше, пушка Страйкер с ураном у нас в очередной раз происходит нерф, я не знаю, зачем они его вообще трогают, как по мне, это уже и так далеко не имбовое устройство, когда у нас есть дистанционный подрыв ракет, но походу разработчики еще этого не знают, видосы еще не вышли, но когда выйдут, тогда все увидят, что нагибает и как можно с этим разваливать, ну и есть изменения с овердрайвом Хорька, я сначала не совсем понял, что с ним происходит, но потом более детально, когда рассмотрел, разобрался, понял, что теперь в тот самый момент, когда вы прожимаете овердрайв Хорька и уничтожаете противника, у вас процент овердрайва не будет копиться, из-за того, что, ну, вы можете очень быстро все это дело набрать, это будет так же работать, я так понимаю, как и на том же Викинге, теперь это все дело сделали так же с Хорьком, хотя, если честно, мне кажется, что уже это обновление было, но, может, там что-то как-то доработали, либо я что-то не до конца понял, но мне кажется, что именно так это все дело работает, исправлен урон под овердрайвом корпуса Викинг при применении некоторых устройств, то есть я уже и до этого замечал о том, что на Викинге есть пушки, на которых ты не чувствуешь дополнительного преимущества с овердрайвом, и они это как бы пофиксили, но не написали все пушки, только написали про вулканчик, который теперь наносит Х5 урона под овердрайвом Викинга вместо Х3, но также я бы сказал бы, что это нужно было бы сделать и с той же Жигой, и с тем же Фризом, и со всеми продувными пушками, даже с той же Изидой, потому что там ты не чувствуешь какого-то дополнительного особого преимущества за счет того, что у вас обычная продувная пушка, ну и написано то, что обновлены цены в магазины, в некоторых валютах, здесь тоже эта новость есть, завтра все те ребята, которые у нас занимаются донатом, вкладывают в игру, эти изменения увидят, возможно там просто пофиксились донаты с определенных стран, если вы знаете, то были ребята, которые пользовались пониженными ценами в определенных странах, и через них донатили, возможно разработчики поняли, что есть такая лазейка, и они ее завтра пофиксят, но это лишь мое предположение, я не знаю, честно говоря, с чем это дело связано, короче, если подвести итог, я ожидал увидеть Теслу за кристаллы, увидеть новое устройство уже завтра, но разработчики решили с этим повременить, решили не вводить сейчас, а скорее всего ввести через неделю, но зато при этом вводятся очень интересные изменения, с продувами, которые стоит обозревать, рассматривать, ну и с заморозкой что-то там невероятно крутое будет, я уверен на 100%, сгорать жопу будет жестко, но для матчмейкинга, наверное, не так серьезно, для турниров будет намного жестче, и для матчмейкинга, мой вам совет, видите продув, видите фризов, видите там ребят с устройствами на заморозку, просто взяли иммунитет от заморозочки, и чувствуете себя довольно-таки комфортно, пишите что вы думаете по этому поводу, пишите что вы думаете по поводу обзорчиков, хотите ли вы их видеть или нет, поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны, ну и в комментариях, все-таки жду, жду, как всегда, если какие вопросы есть, то обязательно их тоже, отправляйте все комменты, читаю, у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.